Время новостей на Арктик ТВ в студии Дмитрия Ероха. Здравствуйте! И вначале коротко о главных темах выпуска. Многострадальный ледокольный. Последнюю ступеньку не доделали. Там очень неудобно спускаться. Кто виноват в заключениях этого мурманского двора? Образ жителя больнички. Ждем расселения. Когда начнется реновация микрорайона? С него в небо свой самолет поднимал Гагарин. Это очень смелое, наверное, и очень гордое такое событие. На аэродроме в Корзуново военные Северного флота готовятся к параду победы. Больничный городок в скором времени ждут большие перемены. Реновация этого микрорайона даст возможность не только улучшить жилищные условия, но также и привлечь новых людей. Как будет выглядеть обновленная больничка, пока непонятно. Но региональный центр содействия жилищному строительству уже составил портрет потенциального жителя городка. Подробности далее. В центре содействия жилищному строительству Мурманской области составили образ потенциального покупателя недвижимости в столице Заполярия. Портрет создан на основе опроса 630 жителей нашего региона. Анкетирование проводилось на портале информационных услуг. Это житель города Мурманска в основном. Также это 38-39 лет. Он имеет работу, у него есть дети. И по ценовой категории, да, к сожалению, сейчас люди выбирали ту стоимость, это до 70 тысяч за квадратный метр, за которую они готовы платить. Согласно данным, больше половины северян готовы приобретать жилье в новостройках на вторичном рынке и по программам индивидуального жилищного строительства. Полученные данные также показали, и каким будет потенциальный новосел реконструированного микрорайона больничный городок. После реновации не только старые жители, давно ждущие переселения из аварийных домов, получат новые квартиры. Часть фонда выставят на продажу. Ждем расселения, ждем, сколько можно жить в деревянных домах. Хочется в нормальной квартире благоустроенной, чтобы была и ванна, и все. Хочется уже по-нормальному, по-человечески жить. В нормальном районе, в доступе. В нормальном, да, чтобы все было в доступе. Конечно, ждем, но это навряд ли когда будет, мне кажется. А это будет, по словам руководителя Центра содействия жилищному строительству Мурманской области, совсем скоро. Уже начался конкурс на проектирование первого дома. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства региона. Дом будет от 50 квартир. Дом, точнее, строится будет именно для того, чтобы расселить жителей первого этапа. Первый этап у нас определен, у него входит порядка 18 домов. Вопрос расселения людей сейчас стоит очень остро. Ведь многие жители больничного городка, да и не только, живут в условиях, не соответствующих общепринятым в 21 веке. В акватории Баренцева моря сотрудники пограничного управления ФСБ задержали преступную группу, занимающуюся незаконной добычей камчатского краба. В результате спецоперации у любителей морских деликатесов было изъято около 960 комплектов конечностей камчатского краба. Маломерное плавательное средство, подвесной лодочный двигатель и прицеп. По предварительным оценкам, ущерб от деятельности браконьеров превысил 6 миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Судя по новостям от пограничников, пандемия не мешает браконьерам выходить на промысел. 55 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Три человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске плюс 40, Североморске плюс 5 и Кольском районе плюс 4. По информации областного оперштаба по борьбе с пандемией, более 35 тысяч жителей Заполярья привились от COVID-19. На вакцинацию активно записываются через цифровые сервисы, портал госуслуги и региональный портал PolarMed. Более 9 тысяч человек взяли номерки на этих платформах. Не стоит забывать и про элементарные правила безопасности – маски, социальную дистанцию и гигиену рук, подчеркивают специалисты. Сертификат о пройденной вакцинации от коронавируса стал доступен на портале госуслуг на английском языке. Изначально в сертификат автоматически добавлялись данные российского паспорта. Теперь QR-код будет формироваться и с указанием данных за гран-паспорта, при условии, что они добавлены пользователям в личном кабинете. В теории такое нововведение пригодится для поезда к заграницу. На практике все не так просто. Не все государства признали вакцинацию отечественными препаратами. Поэтому для поездки в ряд стран даже привитым россиянам все равно потребуется ПЦР-тест. Благодаря снятию ограничений и прививкам от коронавируса, конечно, март стал рекордным месяцем по пассажиру потоку в воздушной гавани Заполярья. Он увеличился на 7%. С января по март услугами аэропорта воспользовались более 250 тысяч пассажиров. В первом квартале прошлого года основная доля пассажиропотока пришлась на новогодние праздники, когда границы были открыты и иностранные туристы массово приезжали в Мурманск на каникулы. СПАД начался в марте 2020 года. Авиакомпании из-за пандемии стали отменять рейсы. В этом году все иначе. Мировая авиация уже перешла на летнее расписание полетов. Сейчас в аэропорту столицы Заполярья сформировано обширное расписание, в которое добавились новые направления, в том числе Казань и Челябинск. Также в летнем расписании авиакомпании увеличили чистоту наиболее востребованных рейсов в Москву и Петербург. Ремонт здесь затянулся, в том числе по вине не самых ответственных подрядчиков. Дело дошло до главы муниципалитета. Андрей Сысоев лично проверил состояние одного из дворов на ледокольном проезде. Ледокольный проезд и окрестные дворы пострадали от ужасного ремонта. Жители Первомайского района возмущены качеством проведенных работ. Лестница сделана плохо, у нее частично отсутствует перила, а местные заборы скоро рассыпятся от ржавчины. Словом, вопиющая халтура налицо. Эта лестница должна быть полностью из бетона. Но почему-то потом ее сломали, все здесь это разворотили и поставили деревянную. Деревянную поставили, она уходит туда в дом. Последнюю ступеньку не доделали. Там очень неудобно спускаться. Масло в огонь подливают и коммунальщики. Во время уборки снега они разломали дворовые ограничительные столбики. Глава города высказал свою обеспокоенность по этому поводу. Он также отметил, что все виновные будут наказаны. Вот понятно, посмотрите, вот этот заборчик для управляющей компании. Я только не понимаю, почему должен был приехать сюда глава муниципалитета, для того, чтобы вот это вот все увидеть. Понятно, что все это нужно сносить и делать заново. Ну и вот эти вот столбики, которые мы с вами посмотрели, ну вообще безалаберно, понимаете. То есть вот люди убирают снег и ломают ограждение. Ну давайте мы как... А нельзя так сделать, чтобы и снег убрать, и ограждение не сломать? Но администрация Мурманска все же нашла управу на бессовестных строителей. Многострадальная лестница будет приведена в порядок. Более того, освещение на ледокольном проезде, которое должны были установить еще 8 месяцев назад, наконец-то доделано. Компанию, выбившуюся из графика, оштрафовали. Глаза в глаза. Послабление антикоронавирусных мер, наконец, позволили главе зато Александровск выйти на личные встречи с жителями. Для ответов на вопросы Александровцев также были приглашены специалисты отделов ЖКХ, капитального строительства, образования и других ведомств муниципалитета. Больше года традиционные встречи с Александровцами глава Большого ЗАТО проводил онлайн. Теперь же в связи с ослаблением введенных мер против коронавирусной инфекции задать свои вопросы жители могут напрямую. Однако, как показала первая встреча со снежногорцами, комфортнее горожанам по-прежнему в сети. Именно через интернет поступило больше всего обращений. Я благодарен за все вопросы. И мы постараемся на все отреагировать и выполнить все пожелания, просьбы, и где-то критику правильно воспринимать. Потому что, на самом деле, люди правильно говорят вещи и по очистке, и по уборке снега. Это очень важный фактор. Сугробы, протали на дорогах, ограничивающий проезд – дело, конечно, сезонное. Над уборкой снега подрядчики и коммунальщики трудятся последний месяц-полтора. А между тем, жители уже заглядывают в скорый летний период. Как правило, именно летом администрация старается выполнить ремонты домов, дорог и сетей. Например, МЭС запланировал обновление порядка 250 метров теплосети в городе Воинской Славы, а также работы в других городах Александровска. По Снежногурску это уже два участка тепловой сети, и в Гаджиево это три участка тепловой сети. Близок и май обычно в конце последнего весеннего месяца в городах отключают отопление. На это есть особые условия. Среднесуточная температура в течение пяти суток не должна опускаться ниже 8 градусов тепла. Также по постановлению главы администрации, всегда дежурные школы и дежурные детские сады будут оставаться с отоплением. Встречи продолжатся, заявил глава муниципального образования. В ближайшие месяцы Семен Кауров ответит на вопросы жителей Полярного и Гаджиева. Научиться чему-то новому можно в любом возрасте. Мастер-классы – интересная и позитивная альтернатива стереотипному образу жизни старшего поколения. На одном из таких уроков побывал и глава администрации Мурманска. Вместе с пенсионерами он декорировал пасхальные яйца. Бисер, пайетки и пенопластовое яйцо – все, что нужно для создания этого нехитрого пасхального сувенира. Сделать его совсем несложно, а результат получается очень симпатичным. Здесь не требуется каких-то дополнительных знаний, дополнительных усилий. Все это с помощью иголочки закрепляется на пенопластовом яйце. Тем не менее, работа с мелкими предметами требует сноровки. Поэтому у тех, кто не привык рукодельничать, могли возникнуть некоторые трудности. Например, глава администрации города, который решил принять участие в мастер-классе по декорированию пасхального яйца, признался, что для него это занятие оказалось в новинку. Интересно, но трудно. Потому что с учетом моей близорукости и зоркости, астигматизма, достаточно сложно пайетки вставлять в это пасхальное яйцо. Но если бы у меня было побольше свободного времени, а не нужно было заниматься уборкой снега и пыли из городских улиц, я бы, наверное, сел бы и позанимался подольше. А вот у участников городского клуба старшего поколения времени на рукоделие хватает. Нина Анатольевна вместе со своим мужем увлекается многими видами прикладного искусства, в том числе и украшением пасхальных яиц. В клуб мастерица принесла часть своей коллекции. Это часть того, что я взяла из дома. Вот роспись, пожалуйста. Вот это вот такая курочка с яичком. Вот тоже. Это даже ситцем обклеено яйцо. Это декупаж. Но рукоделие – не единственное увлечение мурманчанки. Нина Анатольевна активно посещает и другие мастер-классы, которые регулярно устраиваются для людей старшего поколения. Они позволяют интересно и позитивно провести время, познакомиться с людьми и научиться чему-то новому. 12 апреля 1961 года в космос отправился первый человек. Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» совершил один виток и вернулся на Землю. Первый в истории человечества космический полет длился два часа и дал старт освоению околоземного пространства. В Мурманском областном краеведческом музее к знаменательной дате открыли выставку с теплым названием «Наш Гагарин». Не секрет, что первый представитель человечества, побывавший в космосе, несколько лет жил и служил в Мурманской области, в Корзунова. В архивах краеведческого музея хранится много личных вещей космонавта. Теперь увидеть их можно на экспозиции «Наш Гагарин». Здесь представлена даже оцифрованная запись голоса человека-легенды. У нас большая коллекция таких пленок. Мы их только начали оцифровывать. И потихонечку, надеюсь, эта работа у нас будет продолжаться. Вот целенаправленно мы оцифруем большее количество материалов. Но то, что получилось оцифровать именно запись встречи Юрия Алексеевича в 65-м году перед Свероморцем, это просто удивительное дело, что вот так вот совпало, потому что фонд-музей большой и очень кропотливо мы все проверяем, сверяем, ведем учет и открываем для себя какие-то интересные, уникальные экспонаты, вот такие, как эта запись. В Мурманской области до сих пор живут сослуживцы Гагарина. Открытие выставки посетил Эдмунд Вертинский, друживший с Юрием Алексеевичем во время службы в Корзунова. О том, что наш северный летчик стал первым космонавтом, Эдмунд Витольдович узнал, когда находился в части. Мы как раз находились на службе. Заходит в кабинет наш секретарь и говорит, ребята, ну она обращается ко мне, она тоже служила в гарнизоне в этом Корзунове и знала, и Гагарина, и меня знала, забегает и говорит, Гагарин, Юра наш, так сказать, она обращается ко мне, в космосе полетел и так далее. Естественно, это все поднялись, стали рукоплескать. Безусловно, была большая, так сказать, радость о том, что это тем более наш, так сказать, ничем нибудь, а наш полетел первый человек в космос. Должен был приехать на экспозицию и герой России, космонавт Юрий Усачев. В Мурманскую область прибыть он не смог, но все равно поучаствовал в открытии по видеосвязи. Я несколько раз был в вашем замечательном краю или области, очень люблю север, поэтому использую любую возможность тем, чтобы посетить. Поэтому я вас хочу поприветствовать, поздравить с наступающим праздником. Действительно, Юрий Алексеевич стал символом, я думаю, отечества и мировой космонавтики. Среди экспонатов не только запись голоса космонавта и его личные вещи, такие как кислородная маска и лётный шлем, но и большая подборка архивных снимков. Работать в областном краеведческом музее выставка «Наш Гагарин» будет до 28 апреля. В Мурманской области провели первые тренировки механизированной парадной колонны боевой техники Северного флота. Репетиции состоялись в Печенском районе на территории отдельной мотострелковой бригады. В них приняло участие более 50 единиц техники. Военнослужащие Северного флота готовятся к параду, посвящённому 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Водители боевой техники уже провели первые тренировки. Они состоялись на бывшем военном аэродроме в Корзунова, с которого поднимался в небо Юрий Гагарин во время своей службы на Северном флоте. Это очень смелое, наверное, и очень гордое такое событие в жизни каждого военнослужащего. И это добавляет более высокой уверенности в своих силах. Во время тренировок водители отрабатывают прохождение механизированной колонны, следят за равномерностью движения техники, соблюдением интервала и дистанции. Самые большие участники колонны, пусковые установки зенитно-ракетной системы С-400 примут участие на завершающем этапе тренировок. А историческая техника появится на репетициях в Мурманске. Тренировки проходят довольно-таки нелегко, с самого утра и до вечера. Главное – это осознание каждого военнослужащего. И чёткое выполнение всех указаний высшестоящего начальства. Это большая часть для меня. У меня прадед был на фронте. На Белорусском фронте. Выжил, прошёл войну, вернулся. Всего в параде будет представлено более 70 единиц действующей военной и специальной техники Северного флота, а также ретроавтомобили и мотоциклы военной и послевоенной пары. Возглавит колонну легендарный танк Т-34. Открывает парад военной техники символ победы – легендарный танк Т-34 под командованием Героя России майора Металя Романова. Напомним, в прошлом году парад победы состоялся только в июне. Из-за введённых коронавирусных ограничений эксперты рекомендовали зрителям не присутствовать на нём лично. Поэтому многие северяне смотрели праздничные события в онлайн-формате. К слову, его прямую трансляцию впервые организовали настолько масштабно, что камеры были установлены даже на броне, идущих по проспекту военных машин. А вот шествие бессмертного полка в 2020-м из-за эпидемических ограничений пришлось вовсе отменить. Весёлые и находчивые тоже оттачивают мастерство. Уже 9 и 10 апреля в Мурманске пройдёт фестиваль официальной лиги КВН. В этом году приехали состязаться команды со всей области. Подробнее в нашем сюжете. Стенар дома молодёжи кипит работа. Уже на протяжении недели здесь звучит звонкий смеер, кремит музыка и создаётся эксклюзивный реквизит. Совсем скоро юмористам, которые создают столько шума, предстоит сражаться друг с другом на сцене областного дворца культуры имени Кирова. Только из-за оружия у них не меч и шпага, а оригинальные шутки и сценки. Подготовка проходит в максимально напряжённой работе. У нас в этом году очень много команд-новичков. Это значит, что мы должны не только их отредактировать, мы должны им помочь написать юмор. Это самое главное и самое сложное, особенно когда команд очень много. В игре примут участие 13 команд. Среди них как новички, так и ветераны КВН, за плечами у которых ни одно выступление. Но, по словам редакторов, это вовсе не залог успеха. Побеждает тот, кто больше трудится. В общем, старшее поколение, как видите, у нас с ТикТоком не сильно знакомо. Не соглашусь, мы очень даже современный. Хейп, хайп, Моргенштерн. Эй, посмотри, соли-ка мои часы. И я биткоины качаю, я уже на PC. Кто более усердно работает, то сейчас идет процесс редактур. И кто сильнее старается, кто больше не спит, кто больше шуток пишет, у них, естественно, результат получается лучше. Поэтому, ну, КВН – это игра, где тоже нужно стараться очень сильно. Не только быть смешным, но и работать ради результата. Быть единым целым, единой командой. И тогда результат действительно хороший. Команда «Я так больше не могу» будет выступать впервые. Игрой заинтересовались благодаря лагерю-семинару, где ребят на протяжении нескольких дней знакомились с КВН-движением. Позитивные эмоции и чувство эйфории от выступления – именно это притягивает юных юмористов. Удивлять зрителя собираются оригинальным стилем и, конечно, смешными шутками. Сережа! Такой большой вымахал! Ну что, рассказывай, девок-то табачишь? Тать, Тань, ты что стесняешься слово «секс» сказать? Ой, да ничего я не стесняюсь! «Секос»! Тать, Тань, давай лучше табачишь! Наша команда называется «Я так больше не могу». Собственно, это юмор к тому, как называется наше учебное заведение. И также это отсылка к тому, что нас четыре девушки в команде и один парень. И, собственно, парень не может взаимодействовать с таким большим количеством неординарных, прекрасных девушек, которые яркие, эмоциональные. И он так больше не может. Команда «КВН для вас» в Доме молодежи бывает чаще, чем в собственном. Зрители хорошо знакомы с юмором ребят. И играют они уже шесть лет. Участники признаются, что работать над созданием оригинального выступления приходится днем и ночью. Поэтому удивить, а главное – рассмешить зрителя, им труда не составит. Ну, бомба какая-то будет вообще нереальная. Если вы придете, вы просто в шоке будете. Для поддержки движения КВН Мурманской области в этом году региональное правительство выделило 4 миллиона рублей. Команда «Победитель» сезона официальной Мурманской лиги КВН получит полмиллиона рублей. Первые игры в фестивале состоятся 9 и 10 апреля на сцене ДК Кирова. Новым героем программы «Проще говоря» станет тета-практик из Санкт-Петербурга Екатерина Ашиток. В беседе с Элиной Ким она расскажет, как помогает людям жить в гармонии с собой и с окружающим миром. Почему Екатерине Ашиток пришлось оставить карьеру барбера и стать тета-практиком? Я прошла один урок, и там была медитация. Впервые в жизни я вообще медитировала. И мне стало так спокойно, так хорошо. И они приглашали на обучение. Я решила пройти один первый базовый курс, посмотреть, что будет. Я прошла и влюбилась в первый секунд вообще обучения. Там очень много информации шло. Что такое этот хилинг, что такое вообще, в принципе, энергии. И главное, что ты это знала уже давно. И все об этом знают. Может быть, мы забыли, может быть, об этом не задумываемся. А это есть. Как осмелиться брать ответственность за других? Это не страшно. Это не то, что она прям заплакалась, рыдала и всю сессию рыдала. Клиенту больно может быть секунд 30, когда мы действительно находим ключевое убеждение, которое влияет на его всю жизнь, негативное убеждение. Мы его находим, и я показываю клиенту, он сам это видит. Когда это началось? В детстве какая-то была, допустим, травма психологическая. И он смотрит, и, конечно, ему больно об этом вспоминать. Но тут же, тут же все идет, как сказать, исцеление, да? Мы убираем эти программы, и человек становится хорошо, он улыбается. Смогла ли Екатерина сама себя исцелить? Я постоянно на уколах сидела, я не могла иногда встать. Я сидела на антидепрессантах несколько лет. Состояние было отвратительное. Самое ужасное, что мы живем в таком состоянии и не понимаем, что с нами происходит. Мы думаем, что это нормально, да? И потом вот на карантине, когда, во-первых, мне это позволило отдохнуть, во-вторых, я начала изучать тетахилинг, я сразу начала работать с собой. Я больше не принимаю антидепрессанты. Я забыла, что такое аптека. Я в аптеку захожу за витаминами, если мне нужно. Я год не болею. Все это и многое другое ждет вас в новом выпуске «Проще говоря». Увидеть программу можно в эфире телеканала «Арктик ТВ» и на сайте arcticdefiz.tv.rf. На этом все. Телефон редакции для ваших новостей 70 13 70. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и удачи. Субтитры предоставил DimaTorzok Девятого апреля ночью температура по области составит от минус 8 до минус 1 градуса. Днем в Мурманске и Североморске от 0 до плюс 2. Ветер южный 4-5 метров в секунду. В Никеле и Мочегорске от минус 2 до плюс 1. В Апатитах и Кавдоре от 0 до плюс 1. В Кандалакшей и Полярных Зорях до плюс 2 градусов.